Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может видеть каждого. Зеленский роет себе политическую могилу, наверное, самой универсальной лопатой, как для Киева. Даже не лопата. Это экскаватор. И этот экскаватор имеет имя Кличко. Потому что политическая могила, вот политические похороны Зеленского вот именно здесь обязаны состояться, потому что Майданы, а Зеленский не просто нарывается, он нарвется обязательно. И вся вот эта шобла, вот эта шушара, которая, кстати, была халуями при тех регионалах, которых отмайданили в 14-м году раз и навсегда. Так вот эти халуи, ну, которые все, ну, все вот эти вот, приантимайданные, и татаров, и ермак, и гетьманцев, они все были подхалуйники у партии регионов. И вот окружение Зеленского состоит на 90% из вот этой вот отборной халуятины, которая осталась от партии регионов, и поэтому без Майдана они не обойдутся. Их отмайданят, переманданят, замайданят и выманданят. Майданят. Ну, в принципе, тут, возможно, много вариантов. Сами можете додумать и написать в комментариях, что с ними Майдан животворящий сделает обязательно. Так вот, Майданы, при всем моем уважении к жителям, там, Драгобыча, Венницы, Львова, Днепра, там, Конотопа или Чернигово, все-таки Майдан, это прежде всего то, что будет происходить в Киеве. Я страшно благодарен всем, кто поддержали Майдан по всей территории Украины, но именно в столице происходят те события, от которых Януковичи, сверкая пятками и так до последнего пшонки, бегут раз и навсегда. И я бы, кстати, в этот раз, я бы как-то вот очень бы хотел, чтобы бегство не состоялось. Нет, чтобы оно началось, но прервалось благодаря усилиям именно тех, кто выйдет восстанавливать конституционный строй, восстанавливать, который извратил, изнасиловал Зеленский, вместо того, чтобы быть гарантом Конституции, он стал насильником над Конституцией. Он пять лет насиловал украинскую Конституцию, потому что он украл у нас очень много. Кроме всего прочего, я всегда отмечаю свободу слова, потому что до прихода Зеленского во власть свобода слова у нас была. Именно благодаря свободе слова Зеленский стал президентом. Но теперь он у нас украл совершенно очевидное, нужное и гарантированное нам Конституцией. И вот здесь, именно в Киеве, Зеленского отматросят, но не бросят. Нет, мы его не бросим, мы его обязательно отмайданим, потому что все, вот совокупность Сагеянова, это уже вполне конкретный состав преступления, которое совершено группой лиц, нам хорошо известных. Сговор налицо, последствия очевидны, но все это обязательно нужно будет сделать юридически грамотно, потому что все-таки Украина будет частью Европы, вот не только в географическом, но и во всех остальных смыслах этого слова. То есть верховенство права, как и свобода слова, будут восстановлены, я уверен. И именно Киев, именно Киев, где Зеленский ухитрился опустить себя ниже всех возможных плинтусов, он с одной, понимаете, вот эта подлость зеленой власти, которая запретив митинги вообще по стране, общественные там собрания, тем не менее проводит их против Кличко, проплачивая все это регулярно, то есть как бы запрещено киевлянам подойти к банковой улице, там все огорожено, туда пройти нельзя, а вот под КМД КМД регулярно зеленые сгоняют проплатных митингующих, которые требуют, сначала они требуют в один день, чтобы Кличко ни копейки не тратил на там ремонт дорог в Киеве, коммуникации, тротуары, все, а тут же офис президента говорит, что нечего Кличко лезть, помогать армии покупать дроны, пусть занимается в Киеве хозяйством, пусть там тротуары, дороги, садики, вот нефиги ему лезть туда в большую политику, все деньги, пожалуйста, на коммуналку, то есть они действительно восстановили против себя киевлян, а киевляне всегда были застрельщиками Майдана, они всегда были ядром вот той самой частью, которая называется в любой политической бомбе это детонатор, но киевляне как детонатор Майдана, они являются в то же время и вот этим самым главным вот веществом, которое разносит любой режим в чай, вот просто в порошок, вот это два в одном, Кличко, между прочим, имеет как инструмент и именно поэтому Зеленский боится Кличко, они так и не сумели с ним договориться, они пытались подмять его под себя, они пытались залезть сюда и вопреки воле киевлян полностью, вот каким, ну казалось возможным, вот произвести порабощение киевлян и положить их себе в актив, потому что Зеленский всегда вот вел себя, как будто он директор 95-го квартала, все должны пойти к нему в услужение, все должны от него зависеть, он должен руководить всеми и воля киевлян, которую они привыкли выражать свободно, для него оскорбительна, потому что киевляне прокатили его ну как галошу по болоту на местных выборах в Киеве, то есть его вот эта вот гнилая слугонародная шушера набрала еле-еле-еле, вот они ну чуть-чуть преодолели вообще проходной барьер, то есть они вообще чудом оказались, ну как партия в Киевраде, конечно для Зеленского это личное оскорбление и Кличко для него личный враг, но Зеленский глуп, он глуп настолько, что вот эту свою враждебность не к Кличко, а к нам всем киевлянам, он постоянно транслирует и сам и через своих вот этих холуев и подхолуйников, поэтому Зеленский вне всякого сомнения уже обеспечил себе Третий Майдан и именно киевлян он для себя обеспечил вот как-то движущую силу Майдана, ну которые всегда киевляне собственно и были и желание смести вороватую власть уже просто людей распирает от азарта, я общаюсь с довольно широким кругом людей, которые всегда участвовали и будут участвовать в этих общественных процессах, я могу сказать, что в лице Кличко, вот враждуя с ним, Зеленский, можно сказать, положил достаточно тяжелую плиту на свою политическую могилу в будущем и я думаю, вот тот самый удар, ну, простите за аналогию с партией Кличка, который Зеленскому прилетит обязательно, как только это будет возможным для нас выражать свое недовольствие в виде общественных акций протеста, вот тут он себе накопил такую энергию, он так сжал пружину, а киевляне, черт побери, давно не выходили на Майдан и у многих есть большое желание, знаете, вот не то, чтобы тряхнуть стариной, уже подтянулось следующее поколение, я вам скажу, поколение, которое прошло войну, это, наверное, сделает Третий Майдан настолько неповторимым и зрелищным, что я уверен, Зеленскому и его шобле мало не покажется, а вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, лайки, комментарии, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас не за шаги.